Старообрядцы часто говорят о необходимых шагах на встречу со стороны Московской Патриархии. А какие шаги на встречу можно ожидать со стороны Русской Православной Старообрядческой Церкви? Отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Наши предки, преодолевая естественный человеческий страх, уповая на Бога, клали свои головы за старую веру, за двуперстие, за сугубую аллилую, за единый аз и за соборность церковную. И изменять теперь древним церковным традициям мы тем более не имеем права. Это не значит, что старообрядческая церковь застыла в неподвижности, но мы, что мы не смеем развиваться. Нет, конечно. Обратимся хотя бы к книжной справе, ведь это процесс, который шел и до раскола и идет у нас постоянно, только не так, как при Никане, а с осторожностью, с обоснованностью и с согласием общего соборного разума. Собор 1971 года РПЦ назвал старые книги, чины и обряды равночестными и равноспасительными, то есть такими же пригодными для христиан, как и новые обряды, чины и книги. Но мы не можем с такой формулировкой согласиться. Для нас новые обряды и чины далеко не равнозначны старым истинным святорусским. Для примера обратимся к вопросу о крещении. У нас нет сомнения, что оно должно быть трехпогружательным, а не обливательным, как это принято в РПЦ. И лучше вслед за предками мы лишимся живота, чем оставим отеческое благочестие. Мне кажется, что вообще путь к преодолению раскола не может лежать в плоскости поиска компромиссов. Мол, мы будем складывать персты так, как вы хотите, а за это вы будете петь, как нам приятно. Ты мне, я тебе – это ложный путь. И истинный же путь в приближении к идеалу. Поэтому те шаги, которых мы ждем от Московской Патриархии – это движение, направленное в сторону Святой Руси, наших общих древнерусских святых божьих угодников. Мы, например, с удовлетворением отмечаем, что среди новообрядцев возобновился интерес к древним канонам и иконописи, к древним церковным распевам, что на храмах восстанавливаются осьмиконечные кресты, прозванные прежде раскольничьими. Но при этом мы сомневаемся, что уже в скором времени произойдет полный возврат РПЦ к старым обрядам и к нормам древней церковности. Поэтому в разговорах о сближении и соединении пока мы не видим реального смысла. Но эти сомнения не должны мешать нам жить в добрососедстве с другими традиционными конфессиями России, в первую очередь с РПЦ. Неоправданная показная конфронтация должна уступить место нормальным межцерковным отношениям. Нынешние старообрядцы, немного отдышавшись после многовековых гонений, как истинные христиане уже сегодня стремятся принимать участие в общественной жизни, помогая бедным, утешая несчастных, возрождая в людях веру. Благотворительность церкви может быть весьма разнообразной, но для этого мы должны объединять усилия с другими общественными силами, несущими социальное служение. И прежде всего ЦРПЦ. Вот в этом мы готовы сотрудничать. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Только выделенные места говорят, что объединение совершенно невозможно, ибо за идеал взята не Библия, а никогда не бывшая «Святая Русь» с ее безумными деяниями. Ностальгия по ушедшему, что Бог Иегова не спроверг и испепелил навсегда. Если бы Андриан был искренним последователем Христа, то разве мог бы он так путать и указывать, как на образец, стоящий слева? «Никакое образование не даст ничего старообрядцам, доколе рождение свыше, обращение ко Христу, встреча со Христом не будут поставлены во главу угла». Ивангелие от Луки 6.46. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Книга пророка Исаия, 44-18. «Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели». Книга пророка Михея, 4-12. «Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно». «ОтLaughs!» «От